Имена Аллаха Имена Аллаха знакомят нас с наивысшими атрибутами нашего Господа. Одно из имен Всевышнего – Рахман, что означает «всемилостивый». Имя Раб означает «указующий путь», «наставляющий». Хаким – судья, тот, кто судит созданных, наивысший судья. Розак, наделяющий пропитанием, дающий на дел. Эти имена знакомят нас с нашим Творцом, и человек, взывая в молитве к Аллаху этими именами, лучше понимает его величие, близость, мощь и милосердие. Уместно, к примеру, чтобы человек, просящий у Господа пропитание, взывал к его имени Розак, дарующий пропитание. В Коране Аллах также упоминает верующим, чтобы они взывали к Нему в молитвах со всеми Его именами. Аллаху принадлежат самые прекрасные имена, так взывайте же ими к Нему. Человек, знающий все имена Всевышнего Творца, не будет стремиться скрыть свои грехи и недостатки от Аллаха. Ведь если даже и сокроет он их от других, то все равно он будет знать, что Аллах знает все о нем. Верующий, который ясно понимает, что сокрытие своих грехов не принесет ему ничего, кроме бреда, видя любую ошибку в себе, будет тотчас же взывать с покаянием к Аллаху и просить его прощения за допущенные грехи. В этом фильме мы продолжим знакомство с именами Всевышнего Аллаха. Аль-Басид Открывающий, расширяющий, дающий изобилие Так кто же тот, кто даст Аллаху щедрый займ, что будет им великим множеством возвышен? Лишь Аллах повергает вас в нужду и рассыпает изобилием, и к Нему вы будете возвращены. Аллах дарует от Своих щедрот безмеры материальное и духовное богатство и изобилие тем, кто уверовал в Него всей душой и с трепетом соблюдает Его повеление. Он открывает искренне верующим праведный путь в любом из жизненных испытаний. Тогда как верующие, сталкиваясь в мирской жизни с тяготами и испытаниями, и в сомнениях, и в болезни уповают и обращаются в молитвах за помощью только к Аллаху и полагаются только на Его волю. В ответ на их искренность Аллах облегчает дела у веровавших, но никогда не облегчит Он пути, отрицающим Господа. Откровения Корана сообщают нам многие назидательные примеры. Вспомним о пророке Мусе, мир ему, когда он вывел народ Израилев из Египта, спасая его от тирана фараона. Фараон направил свое войско за пророком и его народом, чтобы вернуть или уничтожить их. И когда фараон догнал их на берегу моря, народ Израилев в отчаянии полагал, что участь их предрешена. И когда два ополчения попали в поле зрения друг друга, сказали те, что с Мусой шли, «Они настигли нас», — Муса ответил, — «Нет, со мной ведь мой Господь, и Он мне истинно укажет путь». Но Аллах в ответ на молитву пророка Мусы явил великое чудо. Господь рассек и вздыбил воды моря, и, открыв путь по дну морскому, спас иудейский народ от гнета жестокого фараона. И едва только последний из рода Израилева перешел морское дно, как Аллах вновь сомкнул воды, и колоссальная мощь воды накрыла и уничтожила фараона и его войск. Истинно, обет Аллаха, переданный в Коране, неизменен и сохранит свою силу на все времена. Аль-Бадди — тот, кто творит все без примера и прообраза, изобретающий, тот, для которого нет равных. Он — тот, кто сотворил небеса и землю, не имея примера, и когда он решит о свершении какого-либо дела, то только говорит ему «Будь», и оно тотчас свершается. Человек рождается на свет, наделенный пятью органами чувств, и ему сложно даже вообразить, что кроме этих органов чувств может существовать еще и шестой, или же могут существовать иные измерения, кроме тех трех, в которых мы существуем. Кроме того, даже существующие органы чувств он может использовать лишь ограниченно. Человек не может придумать, не сможет осознать или сделать то, прообраза чего не существует на Земле. Если проследить истоки всех научных открытий и изобретений, становится очевидно, что люди всегда брали примеры из природы, пытались повторить безупречные системы, коими наделены животные, и делали свои изобретения по их образу и подобию. Например, выступ носа дельфинов стал моделью для кораблестроителей. Принцип работы всех радаров в точности повторяет принцип рассеивания и улавливания летучими мышами звуковых волн. Тогда как знание Аллаха беспредельно. Все, что видим мы вокруг себя, что окружает нас в жизни, видимые и невидимые невооруженным глазом миры, сотворил Всевышний Аллах, не имея пред собою примера и подобия. Аллах своей волей повелел и сотворил все элементы Вселенной, галактики, планеты, живые существа. Более того, даже микроскопическая живая клетка возникла из небытия лишь по повелению Аллаха «Будь». Аллах сотворил Вселенную, не имея примера, и все мельчайшие детали внутри нее также были созданы вновь без подобия. Аллах сообщает верующим в Коране, чтобы размышляли они о Его творениях, ибо Он – Творец всего сущего. Он – Тот, Кто сотворил небеса и землю, не имея подобия. Как может у Него быть ребенок? Нет у Него супруги. Он создал все, что суще. Он ведает обо всем. Аль-Фатыр. Творец. Создатель. Господь мой, Ты даровал мне власть и научил толковать события. Ты мой покровитель в земной жизни и другой жизни. Ты – Творец небес и земли. Упокой меня, предавшимся Тебе, и причисли меня к благочестивым. Положение планеты Земля в космическом пространстве и ее положение относительно Солнца по сравнению с другими планетами уже есть самое главное и явное доказательство того, что наша планета – есть плод творения того, кто обладает высшей мудростью, знанием и мощью. Ведь именно Он сотворил на Земле все необходимое для существования, рождения и поддержания жизни всего живого. Если мы посмотрим на живые существа, окружающие нас повсюду, то мы ясно осознаем, что каждое живое существо имеет свой план строения, который оптимально подходит для условий его обитания и строения его тела. Микроскопическая живая клетка, являющаяся основополагающим элементом любого живого существа, все органеллы, содержащиеся в ней, уже наделены совершенным, изумительным планом строения. Строение их столь совершенно, что не оставляет ни единого шанса на утверждение о случайности зарождения жизни. Иными словами, во всем зримом нами незримом, сокрытом от нас в мире, в детали строения каждого живого существа есть явные знамения высшего творения. Вне сомнения, замысел всего сущего на Земле во власти Всевышнего Творца Аллаха. Аллах так напоминает нам, чтобы мы размышляли о совершенстве систем, созданных им. Он, тот, кто сотворил семь небес рядами в гармонии друг с другом, в творении всемилостивого Аллаха, ты не найдешь ни доли нарушений и несоответствий. Обрати взор свой вокруг, видишь ли ты какой-нибудь изъян, и вновь свой взор обрати вокруг, и он вернется к тебе усталым и тщетным найти какой-нибудь изъян. Аллах сотворил все живое из воды. Одни из них передвигаются на брюхи, другие ходят на двух ногах, иные же на четырех ногах. Аллах творит, что пожелает. Поистине он мощен над всем и вся. В пчелином улье все пчелы безукоризненно выполняют свои обязанности. Рабочие пчелы участвуют в строительстве улья, в поддержании стабильной температуры внутри улья и в его проветривании, приносят в улье собранный нектар и пыльцу цветов. Царица самка, в свою очередь, постоянно находится внутри улья и обеспечивает продолжение пчелиного рода. Комар, вылупившись из яйца, совершенно не похож на обычного комара. Личинка комара до того, как полностью завершит свое развитие, меняет свою оболочку четыре раза. К концу созревания внутри кокона стенки его лопаются, и комар, не касаясь воды, выбирается из него. Живые существа, о которых мы упомянули выше, являются лишь парой видов из великого множества живых организмов, обитающих на земле. Однако их рождение, существование и смерть, как и всех животных, предопределил Всевышний Аллах. Эти живые существа, начиная с рождения и до самой смерти, живут так, как установил, предписал и посчитал для них нужным наш Господь. Никто из них не выходит за грани своих обязанностей, которые установил для них Аллах. Ни ящерицы, обитающие в пустыне при температуре плюс 50 градусов Цельсия. Ни пингвины, живущие на полюсах при температуре минус 30. Ни морские губки, обитающие в морях на глубинах более тысячи метров. Каждый вид живого существа живет так, как установил ему жить Всевышний Господь. Предыдущие поколения всех видов животных жили таким же образом, и будущие поколения будут продолжать жить так же, потому что Аллах для каждого вида животного установил особый образ жизни. Человек также является маленькой частичкой Вселенной. Аллах создал человека из одной капли воды и определил для него подходящий образ жизни. Ни один человек своим решением не может установить для себя срок жизни и не может избавить себя от недостатков и слабостей. В Коране Господь многократно напоминает верующим, что мощь его не имеет подобия, и могущество его объемлет все сущее. Аль-Халим. Кроткий, воздержанный, прощающий. В тот день, когда сошлись два войска, тех из вас, кто в бегство обратился, заставил споткнуться в соблазни сатана, в оплату за их былые прегрешения. Но Аллах поистине простил им. Истина. Аллах прощающий. Кроток. Люди, живущие в данный момент на земле, обладают книгой, не спосланной им Аллахом. Эта книга содержит в себе законы, охраняемые Аллахом, и является последней книгой истины. Наш Господь предельно ясно сообщил в Коране всему человечеству все заповеди и законы, которые род человеческий должен соблюдать, и запреты, которых люди должны остерегаться. Господь также сообщил радостную весть о том, что наградит вечной жизнью в прекраснейшей обители рая всех, кто будет соблюдать его законы и жить ради его благоволения. Аллах также очень подробно описал жизнь в аду, который сотворен обителью вечной жизни для тех из людей, которые отвергнут законы, установленные им. Однако большинство людей отказывается читать Господнее Писание, даже зная, что она содержит в себе истину от Бога. Некоторые из людей за всю жизнь не удосуживаются взять в руки и начать читать книгу, содержащую слова их Творца. Закрывая глаза на явные знамени существования Господа, они растрачивают жизнь в бренных мирских удовольствиях и беспечном веселье, и никогда даже не задумываются об иной жизни и расчете, который им надо будет насти перед Богом. Они не соблюдают морали религии, так же, как не соблюдают и законов, установленных Аллахом. Такие люди никогда не испытывают мукс совести, никогда не пожертвуют хотя бы части своего богатства ради человека, оказавшегося в нужде. А если и слышат призывы к вере в Бога, лишь резко отвечают, «Мы знаем, что делаем». Если немного поразмыслить над тем, что сказано выше, то ведь поистине велика милость Аллаха и терпение Его к людям. Несмотря на то, что люди осознанно отказываются принять Его законы, переступая пределы, установленные Аллахом, Он не вершит наказание над ними тотчас же. Более того, Господь дает им жизнь, полную изобилия и достатка. Каждый день дарует им тысячи благ и возможностей. Он дает им определенный срок жизни на земле, чтобы они одумались и уверовали в Него и обратились к истинной мере. Более того, Аллах сделал так, что соблюдение Его повелений не приносит жизни человека никаких тягот. Нет исполнения Его воли, легко и наполняет смыслом душу человека. Аллах являет нам и свое беспредельное милосердие, ведь Он прощает и не взыскивает с нас за нашу забывчивость и ошибки. Он также не возлагает непосильной ответственности на слепого, калеку и больного. Призывая людей воспитывать в себе терпение и смирение перед волей Творца, Аллах тем самым снимает с их плеч тяжкий груз. Мялеки Яумеддин Властелин судного дня Дня судного он властелин. Судный день – день, когда миллиарды людей, живших когда-либо на земле, будут воскрешены из мертвых. В тот день люди переживут невообразимое потрясение и ужас от всего происходящего вокруг. В тот день каждый будет озабочен лишь самим собой и позабудет о близких, друзьях, родственниках, женах и детях. Ни один человек не будет в состоянии думать о других. Аллах в Коране приводит описание Дня Воскресения или, иными словами, Дня Веры. «Как объяснить тебе, что значит судный день?» И вновь «Как объяснить тебе, что значит судный день?» Это день, когда ни одна душа не сможет ничем помочь другой душе, и власть в тот день принадлежит только Аллаху. В тот день человек поймет, что все материальные ценности мира, которым он придавал столь большое значение на земле, потеряли для него всякую важность и смысл перед лицом суровой кары Всевышнего. Отныне родовые связи, земная близость людей лишены всякого смысла. Единственное, что ценно в тот день – иман, вера в сердце человека. Это будет означать, что все врата, откуда человек мог ждать помощи, теперь закрыты, и только Аллах может проявить милосердие к тому, кого решит избавить от своего тяжкого наказания. И это спасение зависит лишь от воли Аллаха. В тот день сотворена уже обитель страданий ада, достойная его величия и сана. Аллах спасет от нее того, кого пожелает. В тот великий день неверовавшие будут пребывать в глубоком и горьком раскаянии, верующие же испытают великую радость и избавление, трепетное волнение и счастье от встречи с Господом. В тот день Аллах не опозорит посланника и тех, которые уверовали с ним. Ибо таков обет Всевышнего всем уверовавшим в Коране. И, несомненно, мы окажем помощь Мессиям нашим и благочестивым и в земной жизни, и в тот день. Раббель Алямин Господь всех миров Воистину Аллаху вся хвала принадлежит Владыке неба и земли, Владыке всех миров Вселенной, и лишь Его державие на небесах и на земле Могуч и мудр Он Во Вселенной существует много миров, отличных друг от друга, которые и в своем составе подразделяются на более мелкие группы. Животные, растения, материальные предметы имеют миллиарды форм, а ветра или облака – десятки видов. Аллах сотворил на земле миллиарды людей, каждый из которых неповторим и совершенен разных рас, цвета кожи, говорящих на разных языках и выросших из различных культур. Но наряду с этим Аллах сотворил и невидимый человеческим взором атомный мир и клеточный мир, который составляет каждый миллиметр нашего организма. Аллах сотворил и миллиарды обитателей микромиров, которые также невидимы нашим глазом. Аллах каждый миг держит в своем видении и контроле неисчислимое количество миров, от микромира, который составляет микроорганизмы, до макромира, который составляет небесные тела в космосе. Он творит их и держит под контролем, и когда мы спим, и когда мы бодрствуем или заняты каким-либо делом, Он направляет всех, питает всех и продлевает или прекращает жизнь кого-либо из этих миров. Аллах так разъясняет в Коране одно из Своих имен – Господь всех миров. Аллах есть Тот, Кто сделал землю вам обителью сохранной, над ней вознес небесный свод, придал вам форму и сделал ваши формы совершенной. Он наделил благами вас для насыщения души и тела. Таков Аллах, Ваш Повелитель. Благословен Аллах, Господь миров. Он живосущ, и нет другого божества, лишь Он один. Взывайте же к Нему, и в своей вере искренность блюдите. Хвала Аллаху, Господу миров! Но Аллах – Господь не только нашего, видимого человеческим взором мира, но Господь и всех миров, джиннов и ангелов, живущих и живших за пределами нашего трехмерного мира. Все эти существа сотворены Аллахом, и все они склоняются перед Ним в смиренном поклоне. Миры, созданные Аллахом, находятся далеко за пределами возможностей человеческого разума и силы воображения. И все эти миры – Его безупречные создания, шедевры Его беспредельной творческой мощи. И человек, лишь немного поразмыслив о величии и могуществе своего Творца, должен обратиться всем сердцем к Богу, как когда-то пророк Ибрахим в ответ на поверение Господа предаться Его воле сказал, «Я, Господу миров, себя вверяю». И расходовать свою жизнь человек должен только лишь ради довольствия Бога. Такова воля Аллаха, переданная нам в Коране. «Скажи, поистине, молитва моя и мое поклонение, жизнь моя и смерть принадлежат Аллаху, Господу миров». Ас-Сани – искуснейший из творцов, создающий нескончаемые красоты своим искусством. «И ты увидишь горы и сочтешь их недвижимыми, но они движимы, как движимы облака. Таково творение Аллаха, кто сотворил все в совершенстве. Поистине Он ведает о том, что вы вершите». Во всех созданных на земле живых существах и неодушевленных предметах мы видим бесконечное число доказательств присутствия наивысшего разума, сотворившего их. Все это является проявлением имени Аллаха Аль-Алим, обладающей беспредельным знанием. Однако во всем, что мы видим вокруг, есть еще одна очень примечательная особенность – присутствие высочайшего, бесподобного искусства творения. Во всем, что создал Аллах, присутствует безукоризненный план, замысел, наивысший эстетический вид, который радует наш взор и вселяет радость в сердце, изящество и тонкая гармония. Рассмотрим, к примеру, человеческое тело. В каждой его детали присутствует совершенный безукоризненный дизайн. Все органы расположены так, чтобы обеспечить максимальную функциональность тела. Во внешнем виде человеческого тела присутствует пропорция золотого сечения, которая обеспечивает ему идеальную для наших глаз симметрию. Рот, нос, глаза, каждого человека, с точнейшей симметрией и пропорциональностью друг к другу, расположены в тех местах лица, где им должно быть для максимального удобства человека. Каждая из миллионов видов живых существ отражает прекраснейшее из имен своего создателя. Ассани. Внешний вид одного живого существа не похож на внешний вид другого. В мире растений также бесконечное множество примеров совершенной красоты творений Аллаха. Коран гласит, «И в том, что рассеял он для вас по земле разных оттенков цветов, поистине есть знамение для людей, размышляющих над наставлениями». Аллах сотворил миллионы видов растений и цветов, и каждая из них имеет свой неповторимый запах, форму, цвет и симметрию. Задумайтесь, только лишь у цветка орхидеи существуют сотни различных видов, расцветок и форм. Таким же образом, у одной только розы существуют тысячи разновидностей, у каждой из них свой цвет и тон. И Аллах, даруя нашему взору столь разнообразные формы, краски, ароматы и виды, показывают нам беспредельность своего могущества творения красоты. Поистине Аллах – непревзойденный творец. Ас-Захир Видимый – явный. Он и первый, и последний, извечный и бесконечный, явный и сокровенный, и Он ведает обо всем сущем. Доказательства существования Творца для каждого здравомыслящего и способного размышлять человека очевидны и пронизывают собой всю Вселенную. Потому что все доказательства сотворенности Вселенной и Творцом распростерты перед нашими глазами. Все существующие законы, системы, от элементарных до самых сложных, полны чудес сотворений. Аллах напоминает нам об этих чудесах в Коране. «Уже ли не смотрят они на небо, что над ними? Как мы воздвигли его и украсили? Нет в нем изъянов. Как мы распростерли землю, воздвигли на ней горы недвижимые и произрастили на ней всякие растения, прекрасные в паре? Ужель они не видят птиц, которые парят над ними, то крылья распахнув, то вновь сворачивая их? Кто, кроме милосердного Аллаха, их удержать способен так в воздухе? Поистине всевидящ Он! В Коране ниспослано множество знамений, которые напоминают верующим о вездесущности воли Творца. Одной из главных особенностей верующих является их способность глубоко размышлять над всем, что они видят вокруг, и через размышления они постигают бесспорность существования Аллаха и Его беспредельное величие. Человек, осознающий величие и возвышенность Аллаха, Творца Всевселенной, не может не испытывать трепетный страх перед своим Господом, а потому каждый день жизни Его наполнен усердной работой и размышлениями ради познания Бога и обретения Его милости. Вот как Аллах описывает пример истинно уверовавших в Коране. Они, те, которые поминают Аллаха, и стоя, и сидя, и лежа на боках, и размышляют о сотворении небес и земли, и говорят, «Господи наш, Ты сотворил все это не напрасно, велик и славен Ты, защити же нас от мук огня». Творца Всевселенной, Субтитры создавал DimaTorzok